всем привет сегодня я покажу свой новый проект дуэльное дерево из-за модульности конструкции его также можно переоборудовать в ряд попперов для начала надо определиться для кого данное изделие может пригодиться на ум в первую очередь приходит направление action air и psc для тренировки скоростной стрельбы также например его можно установить на дачном участке и устраивать небольшие соревнования среди друзей других мест я пока не придумал предлагайте свои варианты в комментариях а я перейду к сборке данного агрегата что же нам потребуется печатные детали лепестки я их изготовил из фанеры 4 миллиметра подшипники 24 на 12 миллиметров алюминиевая труба с диаметром 12 миллиметров алюминиевый уголок со стороной 40 или 50 миллиметров винты болты и различные сверлили передний инструмент в первую очередь соберем дуэльное дерево и самой главной частью будет являться лепесток в сборе с поворотным механизмом для этого необходимо в поворотную деталь с двух концов установить подшипники 24 на 12 где 24 это внешний диаметр а 12 это внутренний диаметр в миллиметрах с торца поставим лепесток лепесток можно зафиксировать небольшими саморезами в архив проекта я добавил векторный файл с размерами лепестка а также картинку с размерами один к одному для возможности выпиливания этих лепестков вручную желательно собрать четное количество данных механизмов 4 или 6 можно больше можно меньше каждый выбирает по своим возможностям и задачам далее установим механизмы на ствол дерева стволом будет являться алюминиевая труба с диаметром 12 миллиметров длина трубы для 6 лепестков составит порядка 900 миллиметров но при установке механизмов вместе с ними устанавливается фиксатор данная деталь необходима для предотвращения смещения лепестков по стволу вверх или вниз а также для крепления защиты механизма устанавливаем все механизмы с фиксаторами на стволе так чтобы движение лепестков не мешало друг другу делаем отметку на стволе через фиксаторы снимаем все и высверлим отверстие под винты для фиксации я использовал винты м4 на 10 миллиметров желательно с полукруглой головкой соответственно используем сверло от 4 до 5 миллиметров на сверли возвращаем на эти места механизмы с фиксаторами и фиксируем винтами теперь на фронтальную часть фиксаторов устанавливаем уголок на нем тоже необходимо выстрелить отверстие для винтов высверлили и установили данный уголок необходим для защиты пластиковых деталей от шаров так как без защиты печатные детали могут быть повреждены шарами с энергией в один джои что соответствует выхлопу обычного гпв пистолета ствол с лепестками готов переходим к подставке если у вас есть бесхозный или сломанный штатив то лучше использовать его у меня как раз такой завалялся идеально подходит но если этого нет можно собрать свою подставку для этого используем деталь крестовина и алюминиевые 12 миллилитровые трубки разной длины при помощи крестовин можно собирать разные конструкции подставок я соберу один из вариантов для примера одним из условий работы дуэльного дерева является его наклон в сторону стреляющего чтобы лепестки под действием силы тяжести после кинетического воздействия могли падать на правую или левую сторону и и Дерево готово. Но при помощи этих деталей можно собрать еще один тренажер стрелка. Назовем его попперный ряд. Тело дерева остается прежним, но при этом необходимо собрать другую подставку. Соберем боковые стойки, нужно 2 штуки. Дерево готово. Дерево готово. Теперь боковые стойки соединяем с телом дерева, а нижнюю часть укрепляем балками. Дерево готово. 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 Как его можно использовать? Например, для тренировки скоростного переноса огня. Тренажер собран и готов к эксплуатации. И ПСЦ я не силен, поэтому посажу это дерево у себя на даче для периодических тренировок. Как обычно, все модели для скачивания можно найти по ссылке в описании к видео. Там же будут перечень размеров труб для сборки дерева и ряда. Как всегда, всем здоровья и до скорого. Дерево готово. Дерево готово. Дерево готово. Дерево готово.